Ребята, всем привет! С вами Ксюша. У меня осенние каникулы, и мы тут решили, почему бы не загонять в Москву. Повторите ту же самую поездку, что и летом. Я считаю, это отличная идея. Если вы тоже так считаете, то дайте знать об этом в комментариях. Мы уже купили билеты на поезд. Сегодня ночью мы едем уже в Москву на Невском экспрессе. Я не знаю, как это будет, я ни разу не каталась, так сказать, на таком транспорте. Вот как раз сегодня и узнаем. Там купе по 6 человек. Приезжаем, заселяемся в отель. Мы выбрали другой отель, гостиницу, не знаю, наверное, это отель. Я вам все покажу. Боже, какой у нас номер! Это вообще трэш. Пока что ничего не буду говорить. Все потом увидите. Обязательно будет ром-тур. И обратно в Питер. Мы не брали билет, потому что мы остаемся жить в Москве. Нет, это шутка. Мы взяли билет через несколько дней обратно в Питер на Сапсан. Тоже первый раз едем на Сапсане. Короче, не знаю. Мне кажется, можно опоздать на обратный путь. И вообще остаться там. Хорошая идея, да? Ну да. Надеюсь, только у нас есть такая. У нас в Питере сейчас тепло. Градусов 6-7. Вот. А в Москве сейчас 3-4. Вот. Недавно там был снежок. В Питере мы ходим в основном в облегченной верхней одежде. Такие как пальто, там кофточки, знаете, такие утепленные. А в Москву мы, наверное, возьмем куртки. Я думаю выбрать какую-нибудь из этих. Вот белую. Кремовую такую. Или голубую. В общем, сейчас будем вместе с вами выбирать. Но, скорее всего, я возьму белую. Мне она как-то больше нравится. И мне кажется, что в Москве будет прикольно. Также мы будем собирать чемодан. Я уже примерно собрала вещи, которые я хочу с собой взять. Положила их в этот чемоданчик, но сюда ничего не влезает. Поэтому папа нам привезет сегодня небольшой чемодан. И мы его будем вместе с вами собирать. Или не вместе с вами, не знаю. Чемодан у нас лежит не дома. У нас есть склад. У нас там много вещей лежит. Ёлка, вот эти новогодние штукенции. Все объемное. В куртке там зимние лежали. Потому что человек дома хранит. А вот сейчас все приехало домой. Так, давайте выбирать куртку. Значит, начнем с этой. Потому что, скорее всего, я пойду в ней. Эту куртку я просто обожаю. Она очень клевая. Так. Значит, буду ходить вот такая модная. Похоже на жительницу Москвы. Надеюсь, я ее не сильно испачкую. Допустим, вот здесь рукава. Тональник, разумеется. Или какой-нибудь коктейль. Или еще что-нибудь. Ну, короче, посмотрим. Ну, если даже испачку, ладно. В Питере пока тепло, я стеряю почистить. Так. И капюшон тут есть. То есть... И, кстати, еще шапон надо будет брать. Вообще, отстой. Вот это я, конечно. Так, ребята. Оцениваем белую куртку. Кто за белую, пишем в комментариях. Кто за синий, пишем в комментариях. Но вот эта куртка у меня ассоциируется только с Новым Годом. Поэтому, как-то, ну, не знаю. Она не подо все подойдет. Поэтому мне больше нравится белая. Ну, не знаю. Это только на Новый Год. Я, может быть, зимой в Москву пойду в эту куртку. Так, если понравилось, пишем в комментариях, какая куртка лучше. А теперь про сумки, которые я беру с собой в Москву. Первая сумочка, которую я купила в Москве. Келлин Кляйн. Такая спокойного цвета. Подходит, в принципе, под куртку. Самое главное. И еще она подходит под все луки. В общем, она прикольная. Я ее точно с собой беру. И немного места будет занимать. Также беру с собой вот эту сумочку Берсачи, чтобы пойти с ней в ЦУМ. Вот. Короче, я с ней поеду, потому что она занимает больше места. А эту сумочку я уберу в чемодан. А еще я посмотрела, сколько эта сумочка стоит на данный момент в ЦУМе. И я была, мягко говоря, в шоке. Я покупала ее примерно, ну ладно, за 130 тысяч. А сейчас она стоит 250. Примерно. Поэтому я сразу поняла, что именно с этой сумкой я пойду в ЦУМ. Чтобы все подумали, что у меня вообще... Я тут плаваю к деньгам. А ну, ладно, это убери. Не убирай. Вот, типа, знаешь, зайду такая. Не, ну мы легко к деньгам относимся. Есть деньги, нет денег. Какая разница? Самое главное, чтобы человек хороший был, правильно? Ну вот сумочка за 230 тысяч. Ты покажи мою сумочку, в которой я еду. Я купила вчера как бы 230 тысяч с карточками. Покажи мой рюкзачок, с каким я еду. А это мамин рюкзачок. Мы пойдем в ЦУМ, я. Да, и я. И мама такая будет. Вот так, вот так, сейчас. Ну а что? Почувствовали, да, вайп? Вот. Короче, и еще будет прикольно. Ой, камера, камера села и начнется. Да где же зрелика? Да где же зрелика? Короче, мы без рюкзаков некуда. У нас камера. И в общем, маме просто неудобно ходить с одной сумкой. В Москве мы уже были, и мама поняла, что я это неудобно. Я вообще с собой сумку не буду брать. Она вообще не брала с собой сумку, да. И в этот раз не буду, да. В общем, рюкзак удобная вещь, что там много чего закинуло. Все, что нужно. Воду, зарядки, камеру. Косметичка маленькая там. Косметички и так далее. Да. И вот такой рюкзак. Мама всегда берет его с собой. В общем, сюда мы кладем макбук. Теперь поговорим про одежду, в которую я поеду. В общем, я поеду в Москву в этих джинсах, как в музее. А насчет верха я не знаю. Скорее всего, надену, что закрытое. Какой-то свитер. А теперь делаем обзор на вещи, которые я уже примерно собрала. Это еще не все, но вот что я уже собрала. Видите, чемодан маленький, поэтому папа скоро нам привезет большое. Значит, первое, это косметичка. Victoria's Secret закрылась у нас. Спасибо большое. Пока что тут лежит вот это все. Крем для тела, гель для душа, скраб, дейзик, шампунь-кондиционер. Это умывашка для лица, это таблетки, аптечка. Пилочка для ногтей, я не знаю зачем, но вдруг пригодится. Капли для носа и еще нужно повыграть щупчики для кутикулы. Тут ватные диски с ватными палочками. Чемодан я пока что закинула просто обувь. Вот дальше куча носков. H&M, спасибо, что открылся в Раше. Пижамка. Белая кофточка, которую покупала в Москве рванную. Эту кофточку покупала в Питере Джарахов. Я ее тоже с собой взяла. Эту футболку я взяла не для того, чтобы ходить в ней по улице. Вот. Я взяла ее для того, чтобы снять для вас рум-тур. Ну, типа такие видео дома. А так, у меня вообще каждый лук продуман, поэтому я все взяла на каждый лук. У меня ни один лук не повторяется. Дальше велосипедки тоже дома их надену. И, кстати, вы можете вычислить, сколько дней я буду в Москве по одежде. Вот это не входит. Так, дальше, значит, кожаные штаны. Почему они помялись? Не важно. Потом вот такие штаны. Тоже помялись. Вот. И вот такая кофта рванная. Рванная, дырявая, кому-кафа. И, пожалуй, все. Но у нас еще впереди целый вечер, потому что уезжаем мы даже не ночью, а в 6 утра, так скажу. Обязательно будет влог с поезда, хотя я не уверена, потому что там купе на 6 человек. Поездка от Питера до Москвы будет длится 4 часа, плюс-минус. Вот приезжаем мы примерно в 11, сдадим наш чемодан в отель и пойдем гулять. Ребята, время 21.54, у меня была тренировка, потом я отдыхала. Папа нам привез чемодан, посмотрите. Наш большой чемоданчик, мы с ним уже ездим в Москву, Сити. И не только. В общем, сейчас мы будем собирать все, что мы, собственно, собрали. В итоге. Я взяла с собой еще два топа, на всякий случай, вдруг мне они пригодятся. Ой, посмотрите, нам кто-то принес уточку. Милашкиру. Дальше я заранее положила сюда зубную щетку, я ее потом положу на стол. А то сейчас уберу в чемодан, а потом придется доставать. Вот все на месте, зубную пасту берем. Также крем для рук я потом куда-нибудь его уберу. Косметика. Давайте я вам сделаю обзор. Я ее буду краситься утром, поэтому тоже далеко не убираю. Давайте десертим все. Так, кисточка для румян. Короче, вот что мне пригодится во время поездки в Москву. Вот так. Это у нас хайлайтер, контуринг, румяшки. В общем, все подряд. Но я еще возьму с собой отдельно вот контуринг и румяна. Также вот палеточка теней. Это мы все кладем. Я беру свою самую любимую косметику, которую можно сделать. Индовый макияж, я в кем макияж. Короче, универсальная косметика. Дальше мой любимый блеск и карандашики для губ. Это подводка для глаз. Еще одна подводка для глаз. Масло для губ консилер. Блеск для губ от Мак. Черная тушь. Тональник. Надо купить будет еще такой тональник, потому что я чувствую, что скоро он у меня уже закончится. Дальше точилочка для карандашиков. Спонжик я его помыла. Наконец-то я все спонжики помыла. Резиночка для волос. А здесь смотрите, что лежит. Сыворотка и сережечки с колечком. Немного, но все самое нужное. Так, смотрим дальше. Вот это я вам уже все показывала. Ничего нового, в принципе, не прибавилось, кроме вот ножничек и щипчиков. Дальше масочки положили, ну, вдруг. Помните историю, да, из поезда в прошлый раз, когда мы в Питер обратно ехали? Масочки нам пригодились. Ну, мы их как бы покупали. Дальше шарф, палантин мой, тепленький. Это на всякий случай берем с собой кофе 3 в 1 на утро. На вечер. Бутылочку новую для водички. Уже с водичкой, ничего себе. Дальше кофточки. Вот этот свитер берет мама. Эти штаны я взяла себе. Вдруг в номере будет холодно. Эти штаны взяла себе мама. И эту кофту тоже взяла себе мама. В принципе, все. Кстати, могу вам сделать еще обзор на мою сумку. Что я уже положила в свою сумку. Ой. Хочу в Москву, все. Настроение... Дубайска. У нас прям прикольное настроение с мамой. Вообще классные. Мы обожаем поездки. Особенно в Москву. Так, в общем, здесь моя карточка. И пауэрбанк. Так. Увлажняющая помадка для губ. Блокнотик. Посмотрите, какой я нашла блокнотик. Для всего самого нужного. Вот. Милота, милота. Так. Бывает такое, что нам нужно что-то экстренно записать. Дальше наушники. Чтобы смотреть сериальчик, пока мы едем на Сапсане. Дальше я взяла с собой антисептик и влажные салфетки. Потому что это всегда может пригодиться. Кто знает. Так. Дальше у меня идут Apple Watch. Я их могу оставить дома, поэтому сразу положу в сумку. А потом уже их надену. Потому что я их могу забыть. И духи. Вот эти духи вообще обожаю теперь просто. Покупала их в Золотом Яблоке у нас в Питере. Но нашла их в Москве. Капец. Я вообще не могу надышаться им. Вызору. Давайте загружать все в чемодан. Кстати, я еще потом положу линзы ночные с собой. Я просто еще в них буду сегодня спать. Соберу потом и положу. И, кстати, мы уже собрали рюкзак с техникой. Так, все, погнали. Открываем чемоданчик, собираем. Мы на эти чемоданчики уже катались сегодня с Элей, с Соней. Выложу фоточки в Инстаграм Кэлли. Оцениваем. Так, ребята, погнали загружать наш чемодан. Начнем, наверное, с одежды. Так, начнем с этой кофты. Или давайте со штанов начнем. Так, штаны. Но, разумеется, мы их положим не так. Так, дальше кожаные штаны. Сделаем их точно так же. Далее мои велосипедки. Просто сюда положим их аккуратненько. Далее идет футболочка. Для съемок не делаю. Так, дальше кофта Джарахов. Я в прошлый раз брала ее с собой в Москву. И в этот раз возьму. Кстати, ни одна вещь не повторяется, которую я взяла в Москву. Кроме вот этой. Она не помнется, поэтому ее можно просто заклить. И вот такая кофточка. Ее покупала как раз таки в Москве. Так, нормально. Палантин надевать не буду, потому что на вокзале точно не замерзну. А в Москве, если что, достану. Положим сюда. Так, дальше. Что положим дальше? Давайте косметичку вот эту. Крем для руки я положу сразу. Еду в Москву с такими ногтями. Надеюсь, что я ничего не переломаю. В планах ломать нет. Но там уже как получится. Косметичка отправляется сюда. Потому что здесь будут только вещи. Сразу уберу вторую сумочку, которую я также возьму с собой в Москву. Вот сюда. Интересно, что же я в этот раз куплю в Москве? Все, вам покажу. Если хотите, чтобы я купила что-то конкретное, что-то определенное, пишем в комментариях. А дальше носки. И вакоса, но стоим. Идеально. Идеально, идеально, идеально. Так, дальше мамины вещи и мои пижамы и штаны. Сюда можно еще даже что-то положить. Ой, ребят, забыла. Еще мои вещи же тут есть. Кофта-сетка. И топы. Сейчас я их быстренько сложу. А сюда мы сложим обувь. Думаю, что для удобства можно даже сюда положить рюкзак с техникой. Вот. Хорошая идея. И в принципе, ну даже все. Ну, наверное, косметику я потом сюда еще положу. Утром я всегда собираю. Сюня, я тебе советую еще проектор вот такой взять. Нет. Давай. Нет, у нас в отеле будет эстетика дорого-богато. А не эстетика хэппи-безды. Нет, там не сильно дорого-богато. Но там на фото... Это тебя хоть развеселит. Нет, ну по фото там нормально. Ну ладно. Прикольно там. Пижама! Спать-то я в чем буду? В штамах, что ли? Слушай, а с одной стороны классно, что место осталось. Мы же там все равно какие-то подарки, покупки будем делать. Это у меня специальный такой, знаешь, стимул, чтобы купить целый чемодан покупок. Все. Ты едешь со мной в Москву, ты рад? Ты, если что, прости. Ну пока вот, на свободе. Я еще с тобой спать буду сегодня, нахуй. С такими когтями, конечно, я не смогу возить чемодан, поэтому возить чемодан будет мало. Как всегда, вы увидите все во влоге. Класс. Я сразу кладу рюкзачок, и на этом мы заканчиваем. На сегодня. Давай, нет. О, класс. Боюсь, что Миша не влезет. Ладно, подумаю, может не буду брать. Короче, все узнайте в следующих роликах. А на этом всем пока. Пока.